здравствуй страна утро ярославле началось 7 утра с турнира в бильярде причем русский стол такой серьезный самый большой по моему по размеру вот довольно сложно забивать шары в такие нот выдаю вам некоторые моменты но это просто вообще это даже не может сказать вообще ну не пошел да ну не пошел не пошел слояк вот 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 даже пережал опа дурак упал так ладно считается тут уже не дожделся не дожделся можно было что-то пробить ну тяжело давай нет 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 ну почти 90 нет 80 градусов своем нет раньше даже зашел свояк крученый так так мы трогать ее не будем это для тебя а я чуть-чуть чуть-чуть левее центра чуть-чуть и опа хоть не в сухую да хоть не в сухую на последние минуты а далее у нас сегодня прогулка температура воздуха около 12-15 градусов и еще раз на этот раз точно прогуляемся по городу ну как получится плана как такового нет ну вот мы подходим как раз к тому моменту когда здесь медведь герб ярославля который все блогеры снимают фотографируют фотографируют ну вот я смотрю идет допустим да ремонт какой-то ребята ремонтирует но кидая тут я не первое раз замечаю корзины с охренительными досками это все идет потом помойку друзья мои эти доски идут в помойку вы можете себе представить а это дурдом ярославле столько дерева вот я видел помойку в которой стояли доски их просто откуда хорошие доски у нас такие продают на кубани а у них они просто в помойке прям в помойном контейнере торчали вот что значит жить там где лесная зона здесь и дрова дешевле и доски здесь вон на помойку выбрасывают а этот мы вчера проходили вечером уже где стрельцы стоят монументы это ресторан Иоанн Васильевич тут хорошо работает прям таким отборным как в анекдоте так вчера был самокатный ярославль большей степени ну так отдохнуть а сегодня просто отчетливо так заходим кое-какие дома и мы нашли тут в одном из таких вот арок старинного дома центральный рынок посмотрим здесь это около концертного зала оперный певец собинов леонид собина он партию ленского когда-то исполнял блестяще и этот концертный зал этим именем и назван именем собинова конфетный магазин отдельно поштучно завтра мы уезжаем с города ярославль в москву вот на поезде наши друзья приплыли на теплоходе еще тогда а мы уезжаем на поезде хороший город ярославль оставил приятное впечатление и и и и и здравствуй страна утро в ярославле всегда пасмурное вот нас встречала а теперь после обеда немножко начало пробиваться солнце но буквально чуть-чуть день сегодня еще прохладнее чем был вчера ну это нас не пугает так как мы сейчас едем на вокзал на поезд до москвы москвы все мы на ярославском вокзале но внутри вокзала хотя он такой огромный в общем то ничего есть маленький зал ожидания есть один ларек с какими-то карамельками ну как всегда для туриста здесь поесть в самом вокзале нечего никаких ресторан ни кафешек ничего только где-то на привокзальной площади вот здесь вот есть то что можно купить то есть за пределами вокзала и соответственно когда ты вновь туда заходишь то опять идет шмон то есть проверяет вещи все такое прочее не знаю удобно это или нет но вокзал мелких конечно обычно приятно когда заходишь на территорию вокзала и уже прошедший осмотр ты имеешь доступ ко всем абсолютно там кафешкам это и почему я часто говорю об этом потому что это как для туристов где можно перекусить где можно что-то купить с собой это важно для туристов друзья вокзал конечно через так через линии не перейдешь подземные переходы понятно но они широко расставлены вот эти вот чемоданы по ним не потащишь по железку потому что они сделаны больше для грех для кресла какого-то инвалидного и приходится тащить цвет не обустроены но здесь есть хотя бы характерный плюс не надо заползать на поезд по лестнице как это в краснодаре происходит чемоданами здесь сразу видите платформа прямая как москве еще бы экскалаторы были было бы вообще шикарно и так друзья вечерняя москва ждем тачку потому что мы очень много чемоданов имеем и все это очень сложное около ярославского вокзала у нермак московский и здесь куча такси которые вот так же яндекс такси но они скорее всего как бомбилы здесь могут работать потому что они отключены от радаров и когда вызываешь туда водители яндекс такси то почему-то всегда идет сброс пришлось идти от вокзала просто на улицу чтобы потому что туда явно тачки обычные яндекс такси не хотят приезжать мне такое сложилось впечатление может какой-то сговорняк бог его знает но это не важно важно что мы все равно вызвали такси такси подъедет время вечерняя сейчас как раз час пик поэтому конечно пробочки завтра я все-таки схожу к своим друзьям на лубянку поговорим чайку попьем есть дела а а а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Итак, утренняя Москва Время 9 утра, ну 10 минут 10 Я тут увидел огромный бизнес-центр, честно говоря, подумал, что это какой-то торговый дом Но оказалось, что не совсем так, потому что магазины есть, но они открываются в 10, но не те, которые мне нужны В общем, сейчас я просто гуляю по Москве Мне до часов 10 встретиться с моими друзьями, они еще не пришли, поэтому я просто просаживаю время Электробус ездит по Москве давно уже Утро, кто-то спешит на работу туда-сюда Бизнес-центры В общем, как-то так В общем, сижу на скамейке Пью чай, жду 10 часов Тепло Где-то градусов 16 Ищу, короче говоря, магазин Omron Хочу купить Прибор для измерения давления И Есть специальный сертифицированный такой вот магазин Omron У меня уже мой тонометр лет Ну, 13 Мне вера и правда слушает, но он уже начинает немного ошибаться Поэтому надо будет обновить гаджет И вот решил съездить За новым А до этой точки я ехал на самокате Но сейчас я иду по подземному переходу А оказывается, подземный переход здесь хитро Здесь есть еще и плавная То есть мне надо было пересечь на самокате Дорожку И я совершил глупость Поставил на стоянку сейчас самокат А надо было просто на нем спуститься На плавный спуск есть Откуда я знал, что Здесь оборудован Плавным спуском переход Вот я попал на оптовый склад Различных товаров, которые в магазине потом продаются Здесь все, что хотите, друзья Нам будет запомнить это место Вот сейчас на таких велосипедах ездят эти Кто разводит пиццу Там яндекс доставка Вот на таких велосипедах По городу носят У них довольно емкие аккумуляторы Еле вырвался с этого Савеловской станции Кое-как ее нашел оттуда Тонометр купил, классный Покажу в следующей серии А пока Москва, прощай Вновь Москва, прощай КОНЕЦ